Я начну с того, что нарисую несколько известных картинок и спрошу, можно ли эти картинки нарисовать, не отрывая руку от доски. И, разумеется, каждую линию при этом... Я знаю, что вы это делали, но дайте мне сначала нарисовать несколько этих картинок. Такое не нужно. И, разумеется, я не знаю, что это делали, но я не знаю, что это делали. Под картинкой, пожалуйста, постарайтесь нарисовать красиво. Потому что нельзя проводить два раза по одному отрезку. Это задача по математике, а не по рисованию. То, что вы в нарисовании можете нарисовать, стереть, не интересует. Давайте поймем, как это нарисовать. Значит, вот там кусочек делал. Запишите единицу там, откуда вы пишите. Замечаете? Тройку пишите. Дальше. Четыре. Дальше. Да. Рядом с двойкой пишите шестерку. Все нормально. Дальше пишите семерку. Восьмерку. Дальше. И двойку. Ну, спасибо. Садитесь. Прошу вас. Рисовали. Так. Единственное, вы с собой загораживаете. Ну, в общем, конечно, по сути, да. А чуть-чуть она, конечно, касается. Ничего, согласны? Ну, ничего. Спасибо. Что это невозможно? Что это невозможно? Человек рисует. А смеяться не надо. И для этого сомнолен. Нет. Невозможно. Говорить теперь же нельзя. Эту заячь у меня не получилось. Спасибо. Садитесь. Интересно, что мешало на месте собрать? Ну, да, пожалуйста. Спасибо. 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 Нет, секунду. Вы проходите второй раз. Все-все. Садитесь. Вы что, депутат, видно, что... Видно, что у вас проблемы? Замерите, вот все время тянуло. Понимаете? А нарисовать в тетради было ли? Вот так вот чувствую. Да? Он готов бороться за внимание на себе, готов всех расталкивать, но не готов подумать. На второй раз. Хорошо. Спасибо. Я не устретил. Он проходил в второй раз? Нет. То есть, получил? Да. Ну что, это уже приятно. Да. Все. Дальше. Остановимся. Да. Ну все. Садитесь. Видно, что хотя все скричали, что эту задачу решали, однако существенная часть присутствующих все-таки пыталась что-то рисовать и не понимала, почему же это не получится. Да и там тоже, когда рисовали, тоже для вас было неким удивлением, почему же это не получается и почему получается. Давайте я, в принципе, покажу любую линию, которую можно рисовать, не открывая друг от доступа. Абсолютно так вот, случайно, просто рисую и рисую. Согласитесь, что никакого особого интеллекта для этого не надо, правда? Угу. Так, я даже не усыплюсь, я не знаю, вам вряд ли видно, такие крошки мелок во всей доске. В общем, 20. И я сделаю очень простую вещь. Около каждой точки я напишу, сколько отрезков, сколько линий из этой точки выходит. Отсюда одна, вот отсюда очевидно шесть, отсюда четыре, отсюда тоже четыре, отсюда четыре, отсюда пять. Четыре. 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 Шесть. Шесть. Четыре. Ребята, какое есть свойство вот этих чисел и какое другое? Что-что? Одни четные, одни нечетные. Правильно. Обратите внимание, это начало маршрута, здесь стоит нечетное число. Это конец маршрута, тоже нечетное число. Все остальные четные. Я не очень легко могу объяснить. Представьте себе какая-нибудь промежуточная точка, ну, например, это или это. Что происходит? Я принял даже. Маршрут вошел в эту точку. И вышел. Вышел. Погуляйте, погуляйте. Гляньте, пошел. И пошел. Погуляйте, погуляйте, вошел. Выше. Каждый раз происходит одно и то же. Мы пришли, и ушли. Погуляйте, погуляйте, пришли, и ушли. В результате. Если мы некоторое количество раз прошли через эту точку, то отрезка будет в два раза больше. Потому что каждое прохождение через точку, каждый проход мы отмечаем в два раза. Вошли и ушли. Согласны? А почему вот в этой точке у нас число 5? Потому что из нее лишь на него ходят. Потому что мы только вошли. Вот когда мы выйдем, будет 6. Но пока мы только вошли. Понятный смысл? Значит, здесь 5, потому что мы два раза прошли, то есть вошли-ушли, вошли-ушли, и еще раз вошли. 5 число нечертое. Кстати, в начале маршрута необязательно единица. Могу показать, показать себе, что мы начали в этой точке. Тогда в начале маршрута, в начале маршрута, в начале маршрута было бы число 3. И если мы, давайте, доведем сюда, тогда в начале маршрута могло быть вообще число 11. Пожалуйста. Но, в любом случае, в любом случае, ситуация такая. Начало маршрута, это вершина нечетной степени. Давайте это напишем. Начало и конец. Вершины нечетной степени. Промежуточная вершина. Промежуточная вершина. Какой степени? Чертный степень. Между прочим, господа, на самом деле это неправда. На самом деле это неправда. Чаще всего это правда, но бывает, что это неправда. Когда? Можете вам показать пример? Когда начали и закончили в одной точке. Дело в том, что здесь вот я писал начало и конец, имея в виду, что это две разные точки. А, возможно, такая ситуация. Представьте, вот здесь вот у нас начало и конец, это одна и та же точка. Согласитесь, что ее выходит в адрес, куда вышли и вошли. Либо все степени вершин черные, это если начало и конец совпадают. Либо начало и конец, это вершины нечетной степени, а все остальные степени четные. Теперь, давайте обратимся вот к этой картине и посмотрим, какие же здесь степени вершин. Три, 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 здесь четыре. Обратите внимание, вершины нечетной степени четыре штуки. Это значит, что начало и конец нашего маршрута должны быть аж в четырех местах. В каком-то одном месте мы можем начать нормально. В каком-то месте может закончиться, маршрут может закончиться тоже нормально. А еще двери черные вершины не могут ниоткуда появиться. Поэтому, как бы ни пытались, но эту картинку невозможно нарисовать, не отрывая под доску. Смотрите, здесь степени вершин равны двум четырех, четырех, четырех и еще есть две вершины степени три. Обратите внимание, вот нам нарисовали, с какой вершины начал он рисовать степени и закончил бы. Это не замечательно. Дело в том, что если в графе две вершины и черные степени, то обязательно маршрут должен начаться в одной из этих вершин. И закончиться в другой. Каким образом можно было все это хозяйство нарисовать? Ну, ребят, давайте план такой. Я прохожу вот этот контур, это легко. Но при этом, когда я нахожу до этого круга, я должен нарисовать этот круг. Более того, когда я найду, это вот А, да? Потом, когда я найду до круга, я должен нарисовать круг. Когда я дойду до треугольника, я должен буду не забыть полностью нарисовать треугольник. Но при этом, когда я дойду до этой вершины, я должен буду не забыть нарисовать этот треугольник. А когда дойду до этого треугольника, я должен буду не забыть нарисовать этот треугольник. Замечательно. Давайте реализуем этот проект. Значит, отрезок нарисовал. Дальше рисую треугольник. Вот, дошел до этой точки. Теперь, видите, я должен перейти на круг. Очень хорошо. Иду на круг, это вот по этой губе. Дошел до треугольника, ничего не сделаешь. Придется рисовать треугольник. Дошел до вот этой вершины. Помните, что я должен был не забыть нарисовать треугольник. Хорошо. Дошел до этой вершины. Я должен был не забыть нарисовать этот треугольник. Теперь возвращаюсь сюда. Теперь возвращаюсь сюда. Так, у меня как-то красиво получилось. Вот так. Вот, возвратился сюда. Теперь продолжаю круг. Продолжаю круг. Продолжаю круг. И... Что я за шкурт делаю? У меня вот это должно было опасть сюда. К ревоматом. Ну, ничего. Я ошибся. По-моему, я ошибся. По-моему, я ошибся. Ладно. Для ясности это сотрудник. В общем, сами тренируйтесь. Смысл того, что я вам сейчас рассказываю, такой. Вот это вершина черных степей. Поэтому, 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 поэтому начинать надо здесь и заканчивать. Все. Все. С этим ясно. Мы поняли, что в любом графике, который можно нарисовать, не отрывая руку от доски, вершина черных степей, максимум 2 штук. Или вообще ноль, если поначалу играется в вода. Это мы поняли. Но, главное в теории сегодняшнего занятия, оказывается, верен в обратный факт. Сознавали? Если у вас имеется связный граф. Связный, это значит, из любой вершины можно от любую руку и добраться по его любому. Если у вас имеется связный граф, в котором вершин нечетной степени 0 или 2, то этот граф можно нарисовать, не отрывая руку от доски, и каждое лицо рисуясь только один раз. Это теорема гораздо сложнее. Потому что одно дело, вот эту картинку нарисовать и увидеть, что вершины нечетной степени максимум 2 штук. И совсем другое. Доказать, что в любом графе такой обход возможен. Спасибо.